Кто я? Что я? Откуда я? Родом я из Абайкалья, из города Читы. В Чите я училась, выросла, училась, потом уехала работать в Магадан. И из Магадана, 12 лет мы прожили в Магадане, и я приехала жить в Донецк. И вот уже 21 год мы живем в Донецке, и работаем здесь, и живем в Донецке. Значит, что меня вообще привело в сетевой бизнес, что меня привело к тому, что я начала заниматься вопросами здоровья. Вопросами здоровья я начала заниматься с тех пор, когда у меня появились дети, когда дети эти оказались проблемные в вопросах здоровья, и их приходилось, собственно говоря, спасать. Спасать, и я понимала, что одним тем, что я буду только слушать и говорить, и делать то, что говорят врачи, я не смогу, к сожалению, вырастить здоровые детей. Поскольку в 7 лет у дочери в анализе было показание сплошной дною мочи, и это повторялось каждые буквально полмесяца, я понимала, что если я буду лечить ее только антибиотиками, никуда не прийду абсолютно, и здоровья ей абсолютно никакого не заложу. Потом родился сын, и с 3 лет он астматик, и тоже я понимала, что ничего не будет, если я буду заниматься только, надеяться буду только на медицину, и доверять буду только медицине. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому я уже 17 лет занимаюсь вопросами оздоровления себя, своих детей, своей семьи, и в определенный момент времени это стало как бы и стилем жизни, и образом жизни, и образом мышления. И в общем-то мне эта жизнь понравилась. Я решила, что нужно заниматься не только своим здоровьем, не только здоровьем своих детей, но и дать возможность другим людям получить эти знания, получить эту информацию о людях, о здоровье для людей. Поэтому сегодня я занимаюсь тем, что я рассказываю, рассказываю, рассказываю о здоровье. Каждый раз приходит какая-то новая, новая, новая информация, приходят новые компании. С продуктами по здоровью именно биопатонами я работаю уже почти 5 лет. В октябре месяце будет 5 лет. Что мы сегодня с вами будем делать? Давайте предположим, что к нам пришел человек, новичок, который ничего не знает о нашей продукции. И мы должны, не нагружая его, очень коротко, очень быстро убедить его в том, что это хорошо, дать ему возможность понять, что это вариант, который можно принять для себя, для поправки своего здоровья. Поэтому мы говорим, что мы даем концепцию здоровья в течение 15 минут. В плане того, как нужно сказать коротко, кратко, емко, доступно, объективно. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я говорю новому человеку, если мы сегодня поговорим и вы уйдете, что будет? Что будет через 3 года? Через 3 года вы будете тем же, кем вы пришли сюда. Ничего не изменится. Допустим, что здоровье ваше останется на прежнем уровне. Если вы в течение этих 3 лет примете для себя решение заниматься собственным здоровьем, мы будем говорить о том, что через 3 года вы будете себя чувствовать гораздо лучше, увереннее в плане собственного здоровья. Так вот, если мы с вами будем говорить, что нужно для того, чтобы человек был здоров, что нужно для здоровья организма нашему, чтобы организм был здоров, ему прежде всего нужна вода и еда. Биологически правильная вода и биологически правильная еда. Для того, чтобы клетка наша регенерировала, то есть клетка наша рождала новую здоровую клетку, что нам для этого нужно? Наш организм состоит из нашего целого организма, да? Из системы органов. Каждая система органов состоит из конкретных органов. Каждый орган состоит из ткани и каждая ткань состоит из клеток. Так вот, для того, чтобы организм в целом восстанавливался, нужно правильно накормить клетку и правильно напоить клетку. Только тогда она может дать здоровое потомство, будем так говорить. Что нужно для того, чтобы организм наш получил все необходимые макро-микроэлементы? Нам нужно с вами. Наши клеточки восстанавливаются тогда, когда мы им дадим все самое необходимое. Что нужно дать нашим клеточкам, чтобы они восстанавливались и рождали здоровое поколение? Нашим клеткам всего-навсего нужна вода и еда. В еду мы включаем 28 необходимых аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 жирных аминокислоты. Вот это все, что необходимо нашему организму. Борщи и котлеты наш организм не кушает. Наши клеточки не кушают. У нас все это есть. В нашем арсенале с вами все это есть. У нас есть пыльца, у нас есть кальций, у нас есть чаи, у нас есть одежда. У нас очень много чего есть для того, чтобы мы с вами были здоровы. Но для того, чтобы все это хорошо усваивалось, нам нужна биологически доступная вода. Что такое биологически доступная вода? Это вода, которая не просто очищена химически, но вода, которая имеет свои физические параметры, которые соответствуют тому, чтобы клетка их усвоила. Оказывается, есть такие физические параметры, которые необходимы нашей клетке. Наша клетка должна получить структурированную воду, воду с определенным окислительно-восстановительным потенциалом, с определенным ПАЖ. Вода наша должна иметь низкомолекулярный состав. Вода наша должна быть низкомолекулярная, вода должна быть с нулевой памятью, вода наша должна быть бактериостатичная, вода наша должна быть минерализованная, слабо-минерализованная, слабо-щелочная. Так вот, все эти 7 параметров, которые я перечислила, мы получаем благодаря нашему активатору воды. Наш активатор воды выдает нам все эти 7 параметров воды. Давайте теперь рассмотрим, что такое параметры воды, что такое структура воды. Структуру воды можно поменять несколькими способами. Вы будете читать молитву на воду, и вода будет структурирована. Причем молитва в любой религии структурирует воду. Если вы будете говорить плохие слова на воду, вода будет отрицательной, вода будет неправильной структурой, которая не может проникнуть в клетку. И если она проникает в клетку, то она несет информацию не о жизни и не о здоровье. Поэтому мы с вами хотим пить структурированную воду, которая принесет нам здоровье. Есть еще такой показатель, как окислительно-восстановительный потенциал. Окислительно-восстановительный потенциал воды – это живая и мертвая вода. Живая вода – это вода со знаком минус, и мертвая вода – это вода со знаком плюс. Представьте себе, что мы с вами большая батарейка, которая заряжена на 120 лет жизни. И если мы с вами живем всего 60-70 лет в среднем лет, значит куда-то заряд уходит. Куда же уливается? В нашем организме, который мы сами поим и кормим, что происходит? Мы с вами не задумываемся о том, что мы кушаем. Поэтому, соответственно, если мы кушаем не то, что нужно нашему организму, если мы ему не даем необходимых аминокислот, витаминов, минералов, ферментов и полиненасыщенных жирных кислот, значит организм все равно где-то должен взять, но при этом он тратит много энергии. То есть та энергия, которая отпущена нам для жизни, она тратится на то, чтобы переработать воду, которую мы ему даем, чтобы переработать пищу, которую мы ему даем, чтобы достать все необходимое. Организм добывает себе все необходимое из того, что мы ему даем. Так вот этот ОВП как раз очень сильно влияет на наш заряд батарейки. И еще один показатель, который очень сильно влияет на наше качество жизни – это ПАЖ. Что такое ПАЖ? ПАЖ – это щелочность либо кислотность в нашей крови, в нашей лимфосистеме, в нашей межклеточной жидкости. ПАЖ – это щелочная либо кислая среда. Так вот, существует такая шкала от 1 до 14. Это либо будет единица, это будет самая сильная кислота, самая кислая среда. И 14 – это будет самая сильная щелочь. Наша кровь с вами, наша межклеточная жидкость имеет ПАЖ 7,37-7,45. При таком ПАЖ организм нормально себя чувствует, он нормально функционирует. Если же ПАЖ падает, я говорю о ПАЖ крови и ПАЖ межклеточной жидкости. Если ПАЖ опускается до 7,1-7,2, онкоклетки развиваются в нашем организме бурно. Им это нравится. Все вирусы, бактерии, паразиты тоже очень-очень любят такую среду. И там они обитают, и, извините, когда мы питание даем как бы для наших клеток, то еще неизвестно, кто будет кушать все это. То ли наш организм, то ли мы будем кормить тех паразитов, которые с нами сосуществуют. Так вот, если ПАЖ будет единица, то все живое на земле погибает. При ПАЖ 6,8 человек умирает. Такой ПАЖ недопустим. То есть у человека нет сил. При ПАЖ 7,1-7,2 человек плохо себя чувствует, у него депрессия, у него развиваются онкозаболевания. В 1932 году ученые придумали все для того, чтобы человек не болел онкозаболеваниями. Но в 1932 году это как бы открыли, изобрели и признали. От товар, это человек, который доказал, что ПАЖ 7,37 и 7,45 это тот ПАЖ, в котором онкозаболевание не развивается. И за это он получил Нобелевскую премию. Врачи всего мира пришли к выводу, что 90% заболеваний связаны с тем, что в организме не хватает воды. Идет обезвоживание организма. Вы знаете о том, что есть такой замечательный американский врач Батман Хеллидж, который написал очень много литературы о воде, о необходимости воды в нашем организме. Так вот, Батман Хеллидж написал такую книжку «Вы не больны, ваше тело просит воды». Эту книжку мы с моим сыном прочитали еще, наверное, в 2002-2003 году, как раз тогда, когда у нас проблемы со здоровьем были достаточно еще серьезными. И он достаточно часто попадал в реанимацию с проблемой астмы, то есть с приступами астмы. И когда мы с ним начали читать эту книжку, мы поняли очень интересную вещь. Как он там пишет в этой книжке, Батман Хеллидж, что «Вы не больны, ваше тело просит воды», мы с ним проанализировали и поняли, что если человек попадает в реанимацию с приступом астмы, приступом аллергии, при котором тоже наступает удушье, что делают в больнице? Капают. Капают. Физраствор. Литр 200. Физраствора. Очень маленький процент самого препарата, самых лекарств. В основном капает воду. А как процесс этот называется? Этот процесс так и называется. Размачивание называется этот процесс. Размачивание. То есть для того, чтобы, когда организм начинает убирать, закрывать воду у себя, вот тогда происходят вот эти спазмы, отеки. Для того, чтобы сохранить воду в клетке, организм начинает клеточные отверстия запечатывать холестерином, чтобы не потерять воду, чтобы дожить до того момента, когда вода начнет поступать в организм. Поэтому человек не умирает, но растет количество холестерина в крови. Я немножко позже на этом остановлюсь. Сейчас мы говорим о концепции здоровья. Это о том, как мы предоставляем информацию людям для того, чтобы их заинтересовать быть здоровыми. Кроме того, в нашем арсенале с вами есть умная одежда, умная лечебная одежда, которая позволяет нам снять боль, снять воспаление, убрать паразитов, которая позволяет нам, дает нам энергию. То есть она подзаряжает ту батарейку, о которой мы говорили с вами. Она дает нам дополнительную энергию. Так вот, мы говорим о том, что путь к здоровью состоит из пяти простых шагов. По этим шагам мы ведем каждого, кто хочет и кому это интересно. Кто хочет быть здоров, того мы ведем по этим пяти шагам. Что это за шаги? Психология 70 и 30%. Что это такое? Чтобы вылечить кишку, надо вылечить башку. То есть для того, чтобы человек захотел быть здоровым, он должен свое психоэмоциональное состояние повернуть в это русло и взять на себя ответствие за то, что я хочу быть здоровым. И не только врачи должны бороться за мое здоровье. Я и сам для этого должен приложить какие-то усилия. 70% людей до сих пор, хотя уже век такой информационный, до сих пор хотят, чтобы за их здоровье кто-то отвечал. Чтобы за их здоровье отвечал врач, чтобы он их лечил, чтобы он брал ответственность на себя. Сам человек не хочет ни за что отвечать. Так вот, что мы делаем? Меняем мышление. Вот это и есть психология. Мы должны поменять мышление на то, что мы сами будем отвечать за себя, за свое здоровье. Мы сами будем заваривать чай. Мы сами будем одевать одежду. Мы сами будем идти к этому результату. Пока мы сами этого не решили, извините, никто не поможет. Я для себя приняла такое решение. И в определенный момент времени я перестала беспокоить врачей по поводу собственного здоровья. Для того, чтобы человек был здоров, нужно посмотреть, что же мы пьем. А что мы с вами пьем? Мы с вами пьем чай, кофе, компоты, соки, кока-колу, да? Мы пьем много напитков. А вода? А вода почему-то у нас не на первом месте. А что делают напитки, которые мы пьем? А наши напитки не всегда приносят нам пользу. Далеко не всегда. Даже такие простые вещи, которые как бы знакомы и на которые мы уже просто не реагируем. Чай, кофе, компот. И мы не задумываемся о том, что мы в компот, в чай кладем сахар, который закисляет наш организм. О том, что в напитках газированных есть углекислота, которая закисляет наш организм. Мы говорим, что закисляет организм, подразумеваем, что мы смещаемся в зону смерти. Раз мы смещаемся в зону смерти, помните по шкале от 1 до 14, да? Если мы смещаемся в кислую сторону, значит наш организм находится в зоне смерти. А что же нужно делать? Как же организм не погибает, если мы ему даем столько закисляющих факторов? Организм наш с вами очень умный. У него есть помощники, которые позволяют нам держать состояние нашей крови и межклеточной жидкости в щелочную среду. Смещать в сторону жизни, да? Да, мы при этом с вами расходуем заряд нашей батарейки, но при этом мы оставимся живы. Есть у нас такие замечательные минералы, как кальций, магний, натрий и калий. Это минералы, которые позволяют ощелачивать нашу кровь. Вот поэтому то, что у нас в нашем кальций, в жемчужном содержится очень много макро-микроэлементов, еще и аминокислоты, дает возможность нам не просто кушать кальций, но и подвигать организм в сторону жизни. Следующий шаг у нас говорит о том, что нужно восстанавливать водный баланс. Если нет хорошей воды в организме, кто в клетку принесет необходимое полезное вещество? Кто, если не вода? Кто может попасть еще в клетку? Только вода. Какая вода может попасть в клетку? В клетку может попасть структурированная низкомолекулярная вода, которая пройдет в отверстие клеточки. Должна быть водичка у нас низкомолекулярная 5-7 микрон. Это отверстие клеточки нашей, через которое может попасть вода в клетку. Если наша вода, такая как течет в кране, кластер воды состоит из 25-30 молекул, а нужно всего лишь в клеточку доставить 5-7 молекул, значит, кто-то должен эту воду обработать, чтобы в клеточку попала вода такого качества. Так вот, мы свой организм разгружаем. Мы ему даем воду сразу низкомолекулярную, слабощелочную, слабоминерализованную. Вода, которая быстро поступает в клетку. И по результатам, которые мы получаем на воде, мы это четко и хорошо наблюдаем. Я сейчас тоже не буду на этом более подробно останавливаться. После того, как мы закончим концепт здоровья, мы об этом поговорим чуть подробнее. Так вот, 95% всех заболеваний – это обезвоживание. Обезвоживание. Смотрите, как человек расходует воду. Как человек расходует воду. Мы с вами в туалет ходим по молекулу. С мочой уходит до полутора литров воды. Мы с вами дышим, воду расходуем. Конечно, расходуем. Наша кожа выделяет воду. Обязательно. Если кожа будет очень сухая, организму опять же плохо. Наши глазки, наши слизистые оболочки. Все, абсолютно все должно быть увлажнено. Как говорит доктор Комаровский. Для того, чтобы бактерии не прилипали к дыхательным путям, нужно, чтобы у вас все дыхательные пути имели влажность определенную. Тогда они туда не приклеиваются. Значит, организм будет меньше болеть. Задумайтесь, те, кто часто болеют бронхитами и воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, задумайтесь, насколько для вас важна вода. Сколько нужно пить воды? 30 грамм на килограмм веса. Когда люди говорят, что они всю жизнь не пили воду и к 50 годам не научились этого делать, я им говорю, я вам очень сочувствую. Потому что без воды организм жить все равно не может. Значит, нужно учиться пить воду. Воду пить нужно не кипяченую, не искранную, не бутилированную. А воду желательно пить из нашей крошечки, которая дает возможность получить качественную воду. Когда мы с вами ходим в туалет, как определить, достаточно ли воды в организме? Как определить, как узнать, не ходя к врачам, не делая никаких анализов, как узнать, достаточно ли мы пьем воды? Очень просто. Когда вы идете в туалет по маленькому, посмотрите, какого цвета ваша моча и какой она имеет запах. Представляете, наша моча должна быть как горный хрусталь. Она не должна иметь запаха, она не должна иметь никакого цвета. Вот тогда наши почки, это говорит о том, что наши почки работают хорошо. Это говорит о том, что достаточно воды в организме. Если же у вас моча темная, если у вас очень много, очень неприятный запах мочи, это говорит о том, что у вас очень большая интоксикация в организме. Значит, нужно срочно заняться своим здоровьем и употреблять воду. Что такое очистка организма? Это четвертый шаг. Как можно почистить организм? Что нужно сделать для того, чтобы почистить организм? Желудочно-кишечный тракт мы с вами можем почистить любыми средствами, но лучше всего нашими чаями. Для того, чтобы почистить кровь, тоже достаточно чаев. Вот для того, чтобы почистить лимфосистему в обычных условиях, не применяя нашу продукцию, нужны три вещи. Нужны такие движения, которые позволят разогнать лимфу до того, чтобы отделялся пот. То есть движение до пота. Вот это будет очистка лимфы. Что нам дает движение до пота? Секс, спорт, сауна. В старые времена, ну вы знаете, да, строили дома и обязательно сначала строили баню. Для того, чтобы можно было через кожу, через поры кожи очищать организм, убирать интоксикацию в организме. И люди были на самом деле гораздо здоровее. Причем, когда люди шли в баню, они пили очень много чаев. То есть они с одной стороны наводняли организм, а с другой стороны через поры кожи очищали свою лимфу. И пятый пункт, пятый шаг, это клеточное питание. Опять же, для того, чтобы организм был здоров, нам нужно дать питание клетке не всему организму. Не нужно кишечнику питание, не нужно сердцу отдельное какое-то питание. Борщи и коклеты наш организм кушает только для того, чтобы достать все необходимое и накормить клетку. Клетку мы кормим, о чем мы говорили. 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 ферментов и 3 жирных аминокислоты. Так вот, смотрите, давайте такой самый-самый простой пример. Для того, чтобы организм получил суточную дозу витамина В2, нужно скушать 12 банок шпрот. Не знаю, как ваш кошелек, но ваш желудок далеко не обрадуется, если в него нужно будет забросить 11 банок шпрот. Но кроме В2 нам еще, ого, во сколько всего надо. А для этого нужны килограммы и килограммы еды, пищи, из которой мы достанем все, что нам необходимо. Постепенно, если мы с вами не даем это организму, организм начинает нас разбирать на запчасти, так я скажу. Что происходит? Смотрите, если не хватает, допустим, самых простых элементов, кальция и магния, натрия и калия, откуда берет организм все эти вещества? Он уже их берет. Он сам себя разбирает на запчасти. Он достает это из волос, из мышц, из клеток сердца, из зубов, из ногтей. Понимаете? Организм говорит, ты без этого обойдешься, это я у тебя заберу. Тебе это не надо, надо сохранить более важные органы. Так вот, для того, чтобы нас не разбирал организм на запчасти, давайте дадим ему все необходимое, для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. До 40 лет мы хотим быть со своими зубами и жить комфортно. Так вот, давайте посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. Как правило, гром уже есть, то есть проблемы у нас уже существуют. Значит, это нас привело к тому, что мы начали задумываться. Значит, первый шаг у нас есть. Что нужно второй шаг? Вода. Замечательная нужна вода, дающая необходимые параметры для жизни организма. Нано-еда – это пыльца и кальций. Чай – это очистка. Я каждый день, каждый божий день пью воду и молодею. Очищаю свой организм чаями. Кушаю нано-еду, которая питает мои клетки. Рождаются новые, здоровые клетки. Я утром и вечером кормлю свои клетки. Вы задумались о своем здоровье? Вам нужна такая программа? Вот на этом я бы хотела закончить свою презентацию, короткую презентацию о том, как человека привлечь, привлечь его внимание, для того, чтобы он захотел быть здоровым.